Я люблю смотреть на Лену, а тут еще и Нуток, как бы два профессионала, которые тупо не умеют судить объективно, но я хз, на мой взгляд, у Евгеника были кубы хуже твоих. Не, Васага не смог выиграть, вот. Там Евгеник в конце, в кои-то веке ему повезло немножко, вот. Там в конце Васага смог не забить в стопроцентной ситуации, ну вот. Окей, Васага, как скажешь. Не, ну я, мне просто начинает казаться, как бы, что, как бы так выразиться-то. Но я все понимаю, пусть даже Васага не повезло, ой, как камень, ой, как камень неудачно залетел в Лену. Вот, у меня просто есть такое подозрение, что вот, сейчас, секундочку, я, чтобы не соврать, хочу открыть и сказать, сказать только правду. Сейчас, Васага же где-то внизу таблица, по-моему, да? Вот, то есть в первом туре Васага еле-еле сыграл в ничью с Флебустиером, сейчас он еле-еле сыграл в ничью с Евгеником. Слушай, Васага, может, как бы это, ну, ХД не твое? Может, тебе обратно на хаос вернуться? Вот. А че мне злиться-то на Васага? Я сам психопат конченый, поэтому я не злюсь на других психопатов. О, типичный блиц от Лены с переходом в 1D, но не наказанно. Вот. Я же сам себя веду не лучше, чем Васага. Как я могу кидать камень в человека, как я могу кидать камень в человека за то, что он так реагирует? Психопатская солидарность? Типа того, типа того. Ну, у меня нет морального права критиковать его за его некрасивое поведение. Я вот последние дня три сам себя веду довольно некрасиво, вот. Только я при этом как бы топ-2 по сложности выхода в плей-офф и всех роняю в вышке, а Васага не может обыграть Флебустера и Евгеника, но на то есть, конечно, объективные причины. Мне везет, а Васага не везет. Вот так вот. С этим не поспорить. Работает-то защитный фент. Успел к началу? Не, Касс. Ты пропустил лучший матч сезона. Матч Евгеника и Васага лучший матч сезона. Прям без шуток. На мой взгляд, даже круче моего матча с Ногогрызом, например. Это было очень круто. Мне очень понравилось. В сложной ситуации Норса. Норсов как-то гордов маловато, вам не кажется? Ну, повалили все-таки Блицера. Не, не, я говорю, ну, нервничает Васага и нервничает. Типа, ничего плохого в этом нет. Типа, ну, похерососим. Если ему от этого станет легче, то как бы, слава богу. Вот это плохо. Хочется повалить Огра, а вроде и мячик не прикрыт. Че-то как-то не очень получилось. Похоже, что придется потерпеть от Огра. Опа. Я согласен. На мой взгляд, Евгеник... Ну, скажем так, я не могу припомнить, кроме последнего хода, прям суперсильное везение для Евгеника. Вот последний ход был, конечно, когда Васага не нашел 6 кубов. Это был лак. Но до этого Евгеник реально сидел и как бы из говна и палок пытался собрать слово «счастье». Собрал по итогу. Я без шуток говорю, это лучшая игра Евгеника за, там, много-много-много сезонов. Я не издеваюсь Васага. Ну, ты пересмотри матч. Пересмотри матч в моих комментариях сначала и поймешь, о чем я. Отскочила Лена. Были два куба с борьбой в мяч, но не сложилось. Ну, тогда че ты так нервничаешь, если тебе пофиг Васага. Вроде стабилизировала Леной ситуацию более-менее так. Ну, ладно. Хорошо, что у Огра вместо... Ой, это будет поездка в Огра? Хорошо, что у Огра вместо этого... СФа взят захват. Ой, Шара-шестерка. Повезло, повезло. Ну, зайди в ландере, поиграй в Ассага, если хочешь кого-то убить. Ой-ой-ой. Борис! Борись! Нет, все. Ну, Арни Махназад сделал свое дело. Арни... Арни молодец. Не, говорю, ну, нервничает человек и нервничает. Это нормально. ББ игра про нервы. Мы просто... Слушай, Ивасага, мы же все воспринимаем это как победу Давида над Голиафом, понимаешь? Как победу Рубина над Барселоной в том знаменитом матче. В двух знаменитых матчах. Как победе Зенита над Баварией, понимаешь? Нам приятно посмотреть, как маленький провинциальный Огр побеждает одного из патриархов Рубабеэла. Вот так вот. Это как сюжет... Ну, как побеждает. Ничья как победа. Это как сюжет какого-нибудь такого американского фильма. Вот. Ну, я условное сравнение эфирюга даю. Для Рубина ничья как победа с этим. С... С... С Барсой. Так что... Не очень понимаю нервов. Как же приятно Йетти давать три куба. Жалко, что у него третий мув. Он как мумия, я бы сказал. Он как мумия. Типа Рокки. Да, да, да. Ты полностью прав. Полностью прав. Очень приятный нокаут. Очень приятный. А вы уже про ЦСКА Реал говорили? Ну, типа ЦСКА Реал, окей. Тоже вариант. Давайте еще 150 вариантов придумаем. Ой, Лен хорошо ушла в закат. Ну, кубы-то... Два куба в мячик-то нетрудные. Бьем здесь. Да. У нас есть свободный гард. Есть свободный, точный паренек. Ой, слушай, Уфис, и не говори. И не говори. Нет никакого внутреннего груза. Проиграл и проиграл. Ну, Васага даже не проиграл. Васага... Васага до 16-го хода мог выиграть. Так что не знаю, что он так переживает. Но посидит 3 сезона в сале, а не 2, как планировал. Может, он, правда, не планировал ни одного сезона сидеть в сале? Ой, какая шара залетела. Ой, шара залетела. Нет ничего постыдного в том, чтобы посидеть 3 сезона в сале. Вот, да, рассидел в сале, там, 6 сезонов. А по итогу чуть чемпионом не стал. Вот Васага тоже... Да ё, Лена! Лена, успокойся! Чё-то Лена вообще прям без пощады. Фига Лене завозит сейчас кубов. Как Васага против Евгеника. Ладно, извините. Тут я не удержал. Вот скотина, да. Ладно. Это был удар ниже пояса. Ну, там, где дворфы обычно находятся. Ну, чё, теперь надо подойти из-под скока попробовать сломать Агильного? Я надеюсь. Нет, даже без подскока. В 1D будем. Эх, опасно. Эх, рерол даже. Слушай, как же Норсы разрывают просто. Вот реально в какой-то момент казалось, что Норсы... Я ещё напомню, что у Норсов одно МБ на... Одно МБ на вот здесь и МБ Клавса вот здесь. Всё. И посмотрите, чё Норсы сделали. То есть по факту, по факту, боевая мощь Хуманов и боевая мощь Норсов примерно одинаковая. То есть здесь МБ ПО и МБ на Огри, здесь МБ Клавса и МБ. И при этом просто за пару ходов Норсы в сложной ситуации покидали 1D и просто расплавили в одну калитку. Удивительно, конечно. Как же Лена байтит Агильного? Да серьёзно! Да это... Как же Лене завозит? Не, серьёзно... Да, при том Норсы начали камень удаления. Да, да, чистая правда. Но стоит признать, что последние там 4 хода у Лены, наверное, один из самых адовых заходов, что я вообще видел. Прям серьёзно. Притом, дайсы на травму вообще сумасшедшие абсолютно. Просто сумасшедшие. Лене так повезло. Ну, это да, это да. Глобальное потепление не остановить. Для Норсов обычный заход, не знаю, Колян. С учётом наличия... Ну, с учётом, понимаешь, когда у тебя МБ... Когда у тебя МБ на Ульфике, МБ на Ульфике и два... Два Берсерка с МБ ПО, тогда может быть. Вот. Тогда может быть. А когда... О, кстати, есть... Есть агильный кетчер. Это очень круто. Хуманский кетчер с агилой, это прям офигенно круто. Но проблема в том, что хуманы как бы... Кончились и... Тут уже ничего не спасёт, в общем. Не, ну, Колян, всё, он согласен, что в этом матче заходы у Лены сильные. Ну, чисто если смотреть по составам. Мне не кажется, что у Лены было очень много резонов стереть в одну калитку... Ну, только. Там хода до третьего ситуация была обратная. А потом, как говорится, облака, белокурые лошадки понеслось. На самом деле, конечно, я думаю, ещё шансы есть у хуманов подцепляться за счёт запасных на ничью. Но, типа, конечно... Чё, да, хуманы, конечно... Не, ну, надо фалить, их мало. Один-два. Колян какой-то скромный после матча. Не, ну, Колян приходил и говорил, что он показал легендарное искусство какое-то. Посмотрим. У Лены оба встали. А у Лены, кроме мага, девочка-бладвайзер. Просто, на мой взгляд, вот это количество, типа, неприятных травм, бустого выпавшие, это было обидно. Но матч как с нуля почти начался, только при счёте 1-0. У Лены страшные заходы. Без вопросов. Ну, рерольчик лишним не бывает. Ну, вот, рерольчик лишним не бывает. А что это за лига? Я знаю, что в этой лиге чемпион египтянин. Мне, в принципе, хватило. Хе-хе-хе-хе. Шутка. Как же, думаю, Хуману не весело оставаться наедине с... с этим Сарни. Лига с журналом. Ну, слушай, у Руба Бейла был профессиональный журнал. А тут... Там медальки есть? Медалек нет? Всё, не лига. Хе-хе-хе-хе. Я котирую только медали. Я такой. Журнал как бы есть, но его как бы нет. Так, пошли Норсы в фулл контакты. Йети пошёл кушать. Йетя кушает. Проблема в том, что у Йети третий мув, поэтому он там уже далеко по факту. Так, в чём Циме с этой лиги? Там нельзя брать башерные команды. Ну, по крайней мере, я слышал. Не знаю, насколько это правда. Мне в чате говорили. Там нельзя брать башерные команды. Да, чё-то у Хуманов не очень. Как говорится, если ты не ломаешь Норсов, Норсы ломают тебя. Ну, взял каких-нибудь крысюков там, я не знаю. Ну, у Кубка Охоты был кубок, насколько я помню. Это большое преимущество. Что-то есть ощущение, что... А, нет, нет, я... Вообще, Лена может въехать имбатаклом вагильного. И дать мага в мяч. Так, между делом говоря, типа, ну... Это не очень трудно. У Лены так-то сейчас хорошие возможности поднакидать. А чё тебе не прислали, Колян? Классическая игра Лены. Но это было очень плохо. А, ну, минус гард нормально, как бы. Не знаю, что мешало Ульфренера поднять первым делом. Ну, окей. Прислали только фотографии. У тебя есть карта? У меня есть лучшее. У меня есть... Вот, примерно так. Ну, чё-то мне подсказывает, Колян, что кубок лучше фотографии кубка. Окей. Вот. Продолжение следует... Опасно. Ну что? Ой! Но гол, скорее всего, будет, хотя вот этот парень добегает. А потом дает пас последней надежды. Возьми и холопа Амоса. Но проблема в том, что Лена-то, в принципе, вполне может дорастереть за оставшееся время. У нее вполне есть для этого... Ой-ой-ой, опасно. А, Лена по одному кидала. Тогда ладно. Может, все-таки блокера поднимем, не? Эх. Не везет Лене на ГФИ. Не везет. Нет, уже не порешает, Колян. Многовато единичка выпала на квадратный метр. Ну что-то как-то считаешь этот регламент, Рейвен, и что-то как-то грустно становится. Я, конечно, не знаю, может, людям нравится в такое играть. Ну, а дарки есть, но там еще и крысюки есть, которые типа не башера. Как они делают команды на 1100? Ну, с помощью легендаря Эдишина, наверное. Просто докупают доп. игроков, как бы, и погнали. Наверное, предполагаю, не уверен, предполагаю. Ну, это какой-то загон для девочек, типа. Давайте, давайте не писать друг другу в горшки. Они бы еще поиграли бы не просто без башеров, а еще бы без травм. Вот так вот, ради интереса. В общем, я как-то не впечатлен. Мне не нравятся такие, как бы, такие вещи. Ну, маг, да. Ну, маг и дерьмовый пул команд. Условно. Ну, ладно, дерьмовый не то слово, но, в общем, неинтересный. Норс продолжает потихоньку стирать. Йетти дал свои кубы. Йетти сломал. Похоже на то, что Лен додавит. МНГ. Я бы вагильного сейчас бы поехал бы. А, ну да, в два куба, в три куба пойдет. Это правильно. Приятная шестерка. Что-то эта линейка даже с киком смотрится отлично. Матч года, да, Рутуре. Я залью его после стрима или вечером на Ютуб. Это, ну, это без шуток матч года, Рутуре. То есть, мало того, что Евгеник очень хорошо играл. Мало того, что интрига была до 16-го хода. Так еще Васага пришел и покрыл меня хуями. Извините, пожалуйста, за мат. В общем, все составляющие матча года были. Вот так вот. Ну, у Руба Бейл есть один большой плюс, которого нет ни у какой другой русской лиги. Это богатейший бэкграунд и историчность. Вот так вот. Что-то Норс очень хорошо терпит ПО. Лена опять не боится въезда в 1Д. Я понимаю. Индика-то для вас старается. Индика вот свиному-то поломала. Для дивизиона правильные вещи делает. А почему гномы хаоса не допускаются? Мне просто интересно, как бы. Есть какой-то сакральный смысл? То есть, я бы еще понимаю, они бы разделили одну лигу для не башеров, а другую лигу для башеров. А может они запустят еще третью лигу, где можно будет все команды вместе с ХД играть? Да, по-моему, в детстве авторы действительно побили хаос-дварфы. Вот. Похоже на то. Расизм. Да, запах расизма чувствую. Согласен. Продолжается лютый дайсинг от Лены. Лего. Да, Лего только для ХД. Тоже неплохо. Главное, чтобы потом автор удалил все команды, вот. Ну, всех ХД, которые его обыграли, конечно. Как же Лена бэшит? Это забавная идея, Ситар, конечно, не спорю. Тоже неплохая игра на Дианат. Я согласен. Ну что, похоже Лена выиграет даже без мага. На лютом неистовом адском пробое. Надо последний шанс выбить в 1Д. Опа. Опа. Потом Агилой пойти на мяч. Ну, правда, скаттер. Но Агиле надо бежать. Да. Опа. Типа линейка на гол. Ой, 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 ой. 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 Эй. Искаттер плохой. Тут есть проталкивание простое. Я думаю, надеюсь, Лена увидит проталкивание. А, ну, проталкивание мага и Агила за поле. Да, да, да. Тоже хорошая идея. И тоже травма. Минус к силе. Хрена у Лены пробой, конечно. Лютый и неистовый, я бы сказал. Ощущение, что по щадке не пахнет. И Лена забыла о том, что это двухсиловой парень поставила лишних игроков для... Да, серьезно? Да. Но это ничья. Хватит бить. Спасли. Ладно. Хух. А почему у них земка запрещена? Рейвен. Это какой-то вопрос бессмысла. Никто не знает. Не, ну, Лена, конечно, страшно у контрапупила без вопросов. Лена просто закарала. Там количество травм после матча будет сумасшедшее абсолютно. Лена просто сыграла... Как-то правильнее сказать. В лучших традициях ладерных животных. Вот. Ну, с учетом того, сколько было травм, Колян, я с тобой согласен. Травму, ну, только вообще завезло там прям полный набор. Редко увидишь такой заход с двумя МБ. Ну, Хуманы-то сильно агильные, Ефируга, на фоне подземки, я понимаю. Хуманы, они прям полны агилы. Да, 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 да. Идеальный левел ап. Но здесь тоже, кстати, здесь тоже очень хорошо. Пять нокаутов, пять травм. И при этом выбыло еще с колокол... Да, охренеть. Пятнадцать. В общем, да, нормас. Броня 52, травма 63, потери 50. Да, G46. Ну, я понимаю, да. Лена, конечно, разъяснила, че как.